Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Вчера Богдану Савкину исполнилось 5 месяцев. Праздник отмечали всей поляной Дома 2. Особенно в соцсетях родственники дружно поздравляли мальчика с его маленьким юбилеем. Александра Черно утверждает, что родители Иосифа Аганесяна просят называть их папа и мама, но у девушки пока не получается. Виктория Комиссарова начала набирать вес на Сейшельской площадке. Девушка весит уже 43 килограмма и надеется еще немного поправиться, пока она на проекте. Юлия Ефременкова познакомила свою маму с сестрой Мондезира Света Амура и Линой. Юлия и ее жених пригласили своих родственниц в ресторан и тепло пообщались в непринужденной обстановке. Саймон Морданшин в интервью Антону Бекушеву признался, что у него есть родная мать, с которой он не поддерживает отношения. И приемная, женщину зовут Елена, и Сэм ее любит и уважает. Голова Алексея Кудряшова стала похожей на мяч, в чем признался участник телешоу своим поклонникам. Речь идет не о содержании, а о форме. И Леша знает, как объяснить свой поступок, зачем он избавился от волос, и почему крайне счастлив на сегодняшний день, как он сам пишет в соцсетях. Кудряшов замахнулся на такие аспекты нашей жизни, которые никак не связаны с Домом-2. Он говорит, что последний раз менял кардинально свой образ в 14-16 лет, когда был увлечен праворадикальной субкультурой. Он с друзьями бегал на футбольные матчи, не проходил мимо арбузных палаток, любил гулять по лесным полянам. К рабочим из Средней Азии был настроен почти дружелюбно. Леша называет себя хедлайнером своей жизни, несмотря на груз в виде Насти Болинской и ее озабоченности создать семью. Кудряшов считает, что мнение общественности не должно его волновать. Посочувствуем в очередной раз Лешиной подруге Насти Болинской. Андрей Черкасов сделал анонс на следующее воскресенье. На «Острове любви» участники покажут вокально-музыкальное представление. Ведущий обещает, что зрелище будет эффектным и незабываемым. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Несмотря на жесткую критику недоброжелателей, у Ольги Бузовой немало и преданных фанатов. Именно последние скупают билеты на концерты звезды и из зрительного зала скандируют ее песни. По крайней мере, рассказывая о своих успехах в карьере, Ольга не забывает добавлять, насколько преданы ей и ее люди. Впрочем, любовь и поддержка фанатской аудитории оказались не такой уж и сильной. Накануне вскрылись подробности неприятного происшествия, из-за которого Бузовой даже пришлось прервать выступление. К счастью для самой Оли обошлось без травм. По крайней мере, физически девушка не пострадала. А вот самолюбие Ольги наверняка задето. Если верить кадрам с концерта, которые уже были удалены, Бузова настолько вжилась в образ, что прыгнула со сцены прямо в зрительный зал. Правда, ловить ее желающих не нашлось. Фанаты просто разошлись в сторону, а потом предпочли смеяться, вместо того, чтобы помочь звезде. Несколько недель назад на поляне вместе с сыном появилась Алена Савкина, а теперь вслед за возлюбленной в периметр вернулся Илья Яббаров. К слову, многие помнят, как Влад Кадони обещал приложить максимум усилий, чтобы не пускать Яббарова на порог. И хотя сделать этого ему не удалось, ведущий, вероятно, вознамерился сделать жизнь подопечного под камерами невыносимой, Яббаров и пяти минут не пробыл на лобном месте, а между ним и Владом Кадони разгорелся скандал. В то время как Яббаров рассчитывал вернуться с триумфом, Кадони сразу же расставил все точки над И. Как оказалось, организаторы со спокойной душой готовы были отправить за периметр и Илью, и Алену с ребенком. Однако саратовский шансонье буквально умолял взять его обратно, оббивая пороги руководства. Интересная новость с сайта шлок. После недавней ссоры с Евгением Ромашовым Юлия Белая заявила, что расстается с ним. Девушка объяснила свое решение тем, что боится Евгения, поскольку он стал слишком часто выходить из себя и распускать руки. В последний раз причиной потасовки между Ромашовым и Белой стал Родион Толочкин, который положил руку на девушку. В дневном эфире с острова любви Белая заявила Ефременкова о том, что она решила поставить отношения на паузу и посмотреть, как будет вести себя Ромашов. Белая уверена, что подобная мера приведет к тому, что Ромашов исправится и больше не позволит вести себя так в отношениях. Зрители уверены, что Белой тоже необходимо обратить внимание на свое поведение. То ее поколенки Валерий Блюменкранц, бывший участник телепроекта гладит, то поручки Родион. Так может быть, ни один Евгений виноват в этой потасовке? Как вы считаете? Пишите комментарии! Буквально неделю назад была новость о том, что Таня Мусульбес приехала в Одессу, где встретилась со своим супругом. Ребята вместе выложили в сеть радостные сториз, свидетельствующие о том, что они помирились. Однако, как оказалось позже, это временное затишье, ведь спустя несколько дней они снова расстались. Сегодня Таня назвала истинную причину расставания с мужем. По ее словам, Витя переписывался с другими девушками в социальной сети, а когда она узнала об этом, то не смогла простить и поставила точку. Сейчас Мусульбес уже в Москве тусит со своей подругой Ириной Пинчук, а вот Литвинов открывает кафе в Одессе. Судя по всему, в обозримом будущем у Вити и Тане планируется развод, несмотря на то, что причина совсем пустяшная. Видимо, Таня просто искала повод, чтобы бросить мужа. Александра Артемова не скрывает своих переживаний по поводу будущего материнства. Так, к примеру, в первом триместре Александру мучил страх перемен и в первую очередь тех, которые связаны с ее интересным положением. А вот теперь на будущую мамочку обрушилась новая напасть. Выпускница Дома-2 призналась в странных желаниях. Как оказалось, Саша мечтает о вредной пище и алкоголе. Правда, старается не рисковать здоровью малыша и держит себя в руках. От необдуманных поступков Артемову предостерегли и фолловеры. Подписчица Саши поделились собственным опытом, резко выступив и против ненатуральной пищи и тем более против спиртного. Кроме того, девушки напомнили, что воздерживаться ей придется и во время грудного вскармливания. Ольга Сударкина, затаившая обиду на Ксению Бородину, не оставляет в покое не только саму ведущую, но и проект в целом. Не так давно Ольга в деталях расписала, что представляет из себя практически каждый участник шоу. А накануне катком прошлась по жительницам женской спальни. Сударкина возмущена аморальным поведением участниц. По мнению Оли, раньше девиц легкого поведения на проекте можно было пересчитать по пальцам. А теперь организаторы специально отбирают на шоу только таких. К слову, Ольга сразу оговорилась, что у нее нет претензий к проекту. Девушка якобы негодует исключительно по поводу целевой аудитории реалити, потому что они выбирают смотреть подобный разврат. Не так давно была новость о том, что Саша Черно села на диету и бросила курить, ведь в ближайшее время намерена родить ребенка от Иосифа Аганисяна. Вот только несмотря на то, что желание Александры было высоким, терпения хватило ненадолго. Как и следовало ожидать, спустя пару недель Черно снова закурила. Девушка сообщила о том, что не смогла отказаться от вредной привычки и снова взялась за сигарету. Видимо, не так хочется ребенка, как просто отравить свой организм. Также стоит отметить, что диета Саши пока не впечатляет. Закурив, Черно снова будет употреблять вредную пищу, из-за которой наберет еще больше лишнего веса, чем было раньше. А было более 140 килограмм. Александра бьет новые рекорды, только усугубляя положение дел своими диетами. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!